Когда вы видите трюк, как женщину распиливают пополам, или фокусник достает из уха ананас, вы говорите себе, хотел бы я знать, как они это делают. Должно быть разумное объяснение тому, что я сейчас видел. И мы чувствуем то же самое, когда думаем об активах Нэнси Пелоси. Она в Конгрессе уже несколько сотен лет, и все же у нее 100 миллионов долларов. Как она стала такой богатой? Не только мы задаем этот вопрос. Особенно после того, как ее муж Пол Пелоси инвестировал более миллиона долларов в индустрию полупроводников. Примерно в то время, когда Нэнси Пелоси узнала о том, что субсидия в 50 миллиардов долларов для индустрии полупроводников вот-вот пройдет через Сенат. Как давно имеет место эта маленькая махинация? Fox News Digital задал Нэнси Пелоси этот вопрос, и она ясно дала понять, что не потерпит вопросов о том, как она стала чертовски богатой. Смотрите. За время вашей карьеры ваш муж покупал или продавал акции, основываясь на информации, полученной от вас. Что вы говорите? За время вашей карьеры ваш муж покупал или продавал акции, основываясь на информации, полученной от вас. Нет. Конечно нет. Хорошо. Спасибо. Я не отвечаю на твои глупые вопросы о моей инсайдерской торговле. А ну отвали от меня! Это напоминает скетч Дэйва Шаппелла. Действительно. Многие люди заметили. Смотрим. Как насчет тех, кто говорит, что на Ближнем Востоке вас интересует только нефть? Что? Как? Нефть? А че мы нагарим? Ну, я... Ну, я убираю! Она не опрокинула кувшин с водой? Но это очень похоже. Школьный округ Лос-Анджелеса один из крупнейших в стране. Теперь учителям там дают инструкции обучать детей, начиная с детского сада, экспериментом с небинарными местоимениями, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию и обратить все в хаос и неразбериху, что, в общем-то, и происходит. Кстати, почему школа говорит вашим детям о сексе? Разве за это не сажают в тюрьму? Да, сажают. У Криса Руфа есть доказательства. Он получил несколько документов из департамента округа по вопросам равенства. Крис, большое спасибо. Скажи нам, что именно здесь происходит? Будь добр. Происходит то, что бюрократы из публичных школ по всей стране, в этом случае в Лос-Анджелесе, взяли принципы квир-теории и превратили их в школьную педагогику. Они обучают детей, начиная с детского сада, экспериментировать с разными видами сексуальной идентичности, такими как транс, квир, пансексуальность, небинарный гендер, люди третьего пола, всеми этими безумными и синтетическими конструкциями. И сейчас они вводятся в классы начальной школы по всему школьному округу Лос-Анджелеса. Я на самом деле, я запутался. Если я подойду к дошкольнику в парке и начну говорить с ним о его сексуальной жизни, у вас будет моральное право побить меня и вызвать копов. Почему? Ради всего святого. Мы позволяем учителям делать это. Ну, я думаю, в значительной степени причина в иллюзии авторитета. И две самые явные сферы, в которых эти идеи распространяются, это образование и медицинская профессия. И, хорошо это или плохо, исторически эти области пользуются доверием. Люди слушают учителей, слушают врачей. Но я думаю, что ситуация начала меняться, потому что она выходит из-под контроля. И одна вещь, которую важно знать, школьный округ Лос-Анджелеса адаптировал откровенную политику, позволяющую учителям упростить гендерную или сексуальную трансформацию вашего ребенка. И по умолчанию они держат это в секрете от родителей. Так что они знают, что родители будут против того, что они делают. У меня есть документы, доказывающие, что конкретно они делают. И они пытаются держать это в секрете. Вплоть до недавнего времени правило гласило, если вы провоцируете несовершеннолетних, говоря об их сексуальной жизни, вам сделают больно. Я думаю, что так и должно быть. Это слишком серьезная угроза. Я ценю все, что вы делаете, чтобы осветить проблему. Крис Руфа, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»